Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии я, Лилия Баталова. Наша команда подготовила для вас самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В США обвиняют в шпионаже сотрудника КФУ. Казанский федеральный университет начинает серию сюжетов на тему 75-летия Великой Победы. КФУ разрабатывает люминесцентные термометры. В Соединенных Штатах Америки обвиняют в шпионаже сотрудника Казанского федерального университета гражданина Мексики Эктора Алехандро Кабреро Фуэнтеса. Обвинения идут в пользу Российской Федерации. Подробности в сюжете Льва Диденко. Власти Соединенных Штатов Америки арестовали гражданина Мексики Эктора Алехандро Кабреро Фуэнтеса. Его обвиняют в попытке шпионажа в пользу Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство юстиции США. Хочу сказать, что он является на самом деле очень выдающимся, талантливым молодым ученым. Ему 35 лет сейчас примерно. И у него индекс Хирша 15 и 52 публикации в базе данных Скопус. Буквально несколько дней назад мы с ним обсуждали совместную статью, которую нас попросили написать в редакцию хорошего очень журнала Францирсу Фармакологи. Это Эдитерал, то есть редакторская статья. Мы сделали с ним спецвыпуск, где были редакторы оба. Фуэнтес является старшим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Мексиканец специализируется на молекулярной биологии, фармакологии и фармакотерапии. В 2014 году Кабреро получил грант на международную стажировку в Германии. После успешной защиты он уехал в Сингапур, где остался на постоянную работу. Они вместе с профессором из Гиссена разработали даже препарат, который мог бы быть внедрен, который позволяет пациента с зафиксированным инфарктом или инсультом довести до больницы. Там очень важно первое время. Как сообщают зарубежные СМИ, Фуэнтес был завербован российским чиновником, чье имя пока не разглашается. Ученый был задержан в аэропорту Майами за фото номера машины высокопоставленного чиновника США. Информация об этом крайне противоречивая, однако отдаленно напоминающая история с Марией Бутиной. Напомним, Мария Бутина гражданка России, которая также была арестована властями США за подозрения в шпионаже и за общение с высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов. С июля 2018 года по ноябрь 2019 Бутина находилась в заключении. После этого она смогла вернуться домой. В США он и партнеры из Германии и Англии, они организовывали как раз четвертый международный кардиологический конгресс, где Кабрера выступал. И чисто научные знания, я его оцениваю очень высоко. И кроме того, он всегда активно помогал нашим студентам. То есть вот на эту научную тему мы всегда общались, и кроме этого я его знаю как надежного совершенно партнера. К слову, судебный процесс над ученым назначен уже на 3 марта. О том, как сложится судьба Фуэндоса, пока никому неизвестно. Лев Диденко, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Мы начинаем нашу серию сюжетов на тему 75-летия Великой Победы. 78 лет назад, 20 февраля, приказом Всесоюзного комитета по делам высшей школы при Совете Народных комиссаров Советского Союза в институтах ввели изучение тем Великой Отечественной войны. Все подробности в следующем сюжете. Война началась 22 июня 1941 года. В воскресный день студенты Казанского университета готовились к последним экзаменам. Однако учебные планы разрушили известие о начале войны. 23 июня состоялся митинг, на котором студенты и профессорско-преподавательский состав университета приняли резолюцию. О том, что студенты Казанского государственного университета заверяют советское правительство в своей полной готовности по первому их зову. До последней капли крови защищать честь и свободу социалистической родины. Педагоги, ученые и студенты КГУ оказались в одном строю. Одни ушли на фронт, другие ковали победу в тылу. К началу Великой Отечественной войны в составе Казанского университета было 33 кафедры, 15 лабораторий, 2 обсерватории, биологическая станция, 2 научно-исследовательских института, научная библиотека. Количество студентов превышало 2000 человек. Но уже в первые месяцы войны из Казанского университета на фронт ушло около 400 человек. И осенью 1941 года студентов и преподавателей привлекли для строительства Волжского оборонительного рубежа. 22 июня партийная организация университета имела в своем составе 132 коммуниста. Но уже к 1 февраля 1942 года спустят три мобилизации на фронт в организации КГУ осталось всего лишь 44 коммуниста. В период с сентября 1941 по апрель 1942 годов в ряды Красной армии из Казанского университета призвали 118 студентов. В Казанском университете произошли значительные изменения. Введение платности обучения, начало войны и мобилизация в армию привели к сокращению численности студентов. С 15 сентября 1940 года по 1 июля 1941 количество студентов КГУ сократилось аж на 808 человек. К июню 1942 года в университете для бойцов Красной армии было собрано 70 тысяч рублей на приобретение теплых вещей, 86 мехаевых пиджаков, 100 пар ватных телогрейек и шаровар. Все это для спасения советской армии. Также коллектив университета взял в ремонт чистку и стирку 2000 предметов зимнего обмундирования. К 15 марта 1943 года в университете для фронта собрали 2162 теплые вещи. В период с июля до сентября 1941 года в Казань эвакуировалось 33 научных учреждения Академии наук СССР, в штате которых 1884 научных сотрудника. Эти силы приступили к интенсивным научным исследованиям, направленным на удовлетворение нужд фронта. Но уже с сентября по октябрь 1943 года вернули московские институты Академии наук СССР. И университету возвратили значительное число лабораторий и аудиторных помещений. 10 февраля Совнарком СССР принял постановление об улучшении питания студентов высших учебных заведений. Предусматривалось с 1 марта 1943 года снабжать студентов вузов продовольственными товарами. Лилия Баталова, Фарид Захитоглы, Универньюс. Термометрами люди пользуются везде, дома, больницы, на производстве. Несмотря на кажущуюся простоту этого прибора, сконструировать хороший термометр не так просто. Особенно, когда дело идет о точном измерении очень высоких или, наоборот, очень низких температур. Привычные термометры для этих целей не подходят. И в ход идут люминесцентные. Подробнее о них в следующем сюжете. Необходимость в измерении температуры существовала всегда. В отопительных системах домов для измерения температуры больных простудой, на производстве для контроля технологических процессов. Для данных целей давно существует большое количество эффективных технологических решений. Ртутные термометры, термопары и тепловизоры. Однако в современном мире появляются новые специфические научные и производственные задачи, требующие высоких пространственных и временных разрешений. А также высокой точности измерения. Привычные нам термометры для этих целей не подходят. И в ход идут люминесцентные термометры. В Казанском федеральном университете разработками таких термометров занимается в научно-исследовательской лаборатории магнитной радиоспектроскопии и квантовой электроники имени Альтшулера. Есть очень ряд специфических задач, когда мы не можем использовать обычный градусник. Либо тепловизор, либо какой-то традиционный метод измерения. Нам нужно использовать, например, точное пространственное разрешение, когда мы имеем дело с биологической клеткой, либо с микросхемой. Либо нам нужно, допустим, какую-то специфическую задачу, связанную с тем, чтобы измерить температуру в человеке подкожно, то есть в глубине, без проникновения туда, то есть без повреждения тканей. Для таких целей уже используют так называемый метод люминесцентной термометрии, который может обеспечить как хорошую точность, так и пространственное разрешение, и в некоторых случаях временное. Три кита, которые породили потребность в этой технологии, это клеточная биология, промышленность и медицина. Для биологии это необходимость исследования температурных характеристик клеток и тканей животных. В промышленности в первую очередь для исследования температурных полей интегральных систем и проверки их стабильности. А для медицины это контроль подкожного разогрева раковой опухоли при гипотермии. Метод люминесцентной термометрии позволит максимально точно контролировать температуру разогрева опухоли в любой части тела для максимизации терапевтического эффекта. Информация о температуре в клетке поможет глубже понять ее реакцию на внешние воздействия, например, лекарства, что важно для доклинических испытаний препарата. Гипертермия. То есть есть такая видотерапия, при которой происходит индуцированный нагрев в раковую опухоль, где-то подкожно. И нужно контролировать подкожно же ее температуру. Так просто это не сделать, поэтому если туда поместить особые зонды, которые смогли бы передавать сквозь кожу оптический сигнал, и мы по этому сигналу могли бы проверять, догрели мы, либо перегрели, и могли бы аккуратно подстраивать режим. В настоящее время наблюдается две главных тенденции в данной сфере. Интенсивное внедрение алюминисцентных термометров в практику и создание новых классов высокочувствительных термометров путем синтеза новых материалов с заданными свойствами. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюс. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! А коротко о погоде. В ближайшие дни гостей и жители Казани ожидают влажная погода. Так, 20 февраля метеорологи обещают плюс один, в ночь на пятницу минус один. Также усиление ветра до 17-18 метров в секунду. Кроме того, синоптики предупреждают горожан огололедицы, которые покроют дороги ночные и утренние часы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова